МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я не каждому по зубам. Я строптивая. Надеюсь, что сегодня я уйду со своим укротителем. Со мной мои друзья Даяна и Константин. Яна, 28 лет. После того, как увидела своего бывшего возлюбленного в программе «Давай поженимся», поняла, что все мосты сожжены и сама решила попытать счастье в телеэфире. Яна в прошлом артистка шоу-балета Кристина Арбакайка. Сейчас актриса театра Армена Джигарханяна. Гордится мамой и тем, что открыла интернет-магазин. Мечтает о собственном ресторане и о путешествии на Аляску. Яна не сможет ужиться с мужчиной, который слишком серьезно относится к жизни, никогда не подарит поцелуй заядлому курильщику и не остановит свой выбор на обманщике. Выйдет замуж за успешного, активного мужчину, который любит животных и с уважением относится к женщинам. Скажите честно, вы пришли за женихом или за возмездием? Ну, безусловно, конечно же, за женихом, потому что возмездие... Вы знаете, да, что вас совершенно случайно наши редакторы нашли на одном из сайтов и просто как модель вас пригласили. На что получили ответ? Надо же, мой был бывший здесь, теперь, видать, моя очередь. Да, вы знаете, причем произошло так как-то... Я считаю, что случайности не случайны в нашей жизни, потому что звонок мне как раз поступил 14 февраля. Как-то я считаю, это не случайно, точно. То есть это какой-то знак, что, наверное, нужно попробовать. Почему нет? А дайте напомним про вашего молодого человека. Он музыкант. Мы с ним были два года вместе и шесть месяцев. Значит, он... Я переехала к нему из Киева в Москву. Я вообще из Киева. А вы кто по национальности? Азиат, что ли? Украинка, да? Я как лужка, да. А что это такая черная? Они такие. Какая яркая нарядка, это уже хорошо. В Москву вы приехали по собственной воле, или вы, влюбившись в москвича, он вас сюда пригласил? Я хотела жить всегда в Москве, поскольку профессия у меня творческая, и здесь я хотела развиваться, безусловно. Но не было никакого толчка. Он послужил неким таким, конечно, толчком сделать это как можно скорее. И мы познакомились в Одессе, и как бы он говорит, давай. Почему нет? Давай, я тебя люблю. У нас уже на тот момент он мне признался в любви, я еще так сомневалась. Яшка, а пригласил он вас в качестве кого и куда, главное? Он не пригласил меня ни к себе, то есть не позвал меня жить с ним. Просто, чтобы я переехала, он поможет, естественно, мне и с работой, и с жильем, но чтобы я здесь была уже, все. А при этом у вас близкие отношения, у вас любовь? Да, совершенно верно. И он снимает вам квартиру? Нет, и я снимаю квартиру себе сама. За свои деньги? Безусловно. И при этом он к вам приходит вас полюбить пару часов в вашу квартиру? Ну, фактически. Ну, у нас очень такая история необычная. Андрюх, твой вариант. В Москву тоже приехала. Ну, я переехала не одна, а с подругой. У моей подруги на тот момент был уже мужчина в Москве, который предложил нам пожить бесплатно, временно. А мужчина, которого вы полюбили, он какую роль в это время играл в вашей жизни? Ну, это же только начало отношений, то есть он присматривался ко мне еще все же. С общими друзьями не познакомил? С общими друзьями? С общими друзьями, да, начал знакомить уже, мы активно знакомились. И когда вам стало вдруг тесно в съемной квартире, вам захотелось жить с ним вдвоем? Когда вот у моей подруги был мужчина, и он периодически, естественно, оставался. И я как бы третий лишний, естественно, я себя чувствовала некомфортно. Я понимала, что у меня есть уже отношения, я уже понимала, что я серьезно к нему отношусь, что это тот человек, пожалуй, с которым я хотела... И хорошо бы, чтобы он вас уже пригласил, да, вместе жить? Ну, и не то, чтобы я об этом не думала, прям вот ежедневно, да, но иногда меня такие мысли посещали, что почему нет, почему нет, раз у вас все так серьезно. А говорили ему об этом? Ну, в какой-то момент начала говорить, возможно, это была ошибка. Он тоже хотел, он всегда мне говорил, да, конечно, любимая, мы будем жить вместе, ну, пока не время, не время, то у него с работой какие-то там напряженные обстоятельства, у него постоянно были какие-то, то у меня тоже не всегда ладилось. Он не хотел быть обременен как-то с союзом? Вы его любили, вы хотели с ним жить вместе, он делал все для того, чтобы вместе не жить. Ну, я сначала этого не понимала, да, а время шло, и уже, конечно, я начала понимать, что это отговор. А когда стали подозревать, что, может быть, он и вам не верен? Ну, у него гастроли постоянные, поскольку он творческая личность, так же, как и я, вообще, две творческие личности очень тяжело. И, ну, я доверяла, 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 но когда-то у нас в один момент произошла ситуация, когда мне надо было лететь на гастроли, и он встал в позу и сказал, нет, ты не полетишь, потому что я тебе на сто процентов не доверяю, мало ли что. И мужчины и женщины здесь равны, мне кажется. Андрюш, надо за такой следить надо. А он, как бы, немножечко в ультимативной форме все это как-то выставил, полетишь, пожалеешь. Знал, что вы не можете не полететь, потому что сорвать гастроли – это неустойка, на которую вы попахали всю жизнь. И вот он, подлец, ставит вас в ситуацию, в которой будете виноваты вы. Ну, как бы, да, да, все было понятно уже. Как бы, это так. А вот вы взяли бы и сказали, хорошо, не поеду, вот что бы с ним стало? У него уже был кто-то. Ну, возможно, знаете. И когда вы вернулись с гастроли, он собрал ваши вещи? Я вернулась, поскольку мы с ним такие достаточно все знали, наши близкие друзья, что у нас отношения, что у нас все серьезно, что у нас любовь. Естественно, подруги так ненавязчиво мне… Дружок его вам шепнул. Сначала подруги, а потом вдруг… А что они сказали? А что лучше друг сказал? В какой форме? Ну, что ходят слухи, что, как бы, вот, Саша тебе не верен. И уже, как бы, давно. Причем это было даже так сказано. А это ожидаемо было для вас? Абсолютно нет. Я была в розовых очках. Мне кажется, что она может гулять, знаешь. Мы не гастроли постоянно, поскольку он ваша личность. Ты думаешь? Ну, хорошо. И вы вот с этой новостью, которая для вас была, она вас ошарашила, вы к своему возлюбленному подошли? Я сначала сделала такой тактический ход. Я первый раз в жизни, каюсь вообще до сих пор, но первый раз в жизни я залезла в телефон. Какая глупость. Нужно это делать регулярно. Ну, конечно, нужно проверять все. Я как-то считала, что такое поведение не для меня точно. Но я залезла в телефон, кое-что, конечно же, там нашла пару переписок. Сказали ему об этом. Да, когда в тот же день, когда я это все прочитала, я просто сделала так, что я уже точно знаю по факту. И он уже не мог отвертеться и, естественно, признался. Ужас. После этого я выключу телефон. У тебя есть пароли. Мы расстались и началась эпопея моего возвращения к нему. То есть он меня начал возвращать всеми вообще способами. А как вы думаете, зачем? Ну, у него все равно... Он любил меня. Очень любил. Может быть, ему было просто удобно. Такая красавица, живет отдельно, платить за квартиру не нужно. Иногда даже уезжает на гастроли, и у него есть свобода встречаться с другими женщинами. Знаете, может быть, просто было удобно? Возможно, было удобно. Да, соглашусь, наверное, есть в этом, да, правда. Понятно. Яна вернул. И насколько хватило этих отношений после возвращения? Ну, я вам сейчас скажу. Где-то еще мы были вместе полтора года где-то еще. И также вы живете отдельно в съемной квартире, он отдельно. Все, и не разговоров о совместном проживании нет и нет. Как раз-таки только разговоры и есть. Я уже знакома была и с родителями, и с папой, и с мамой, со всеми. Как думаете, почему? Что ему мешало? Может быть, он не надеялся на себя, может быть, денег не хватало. Это же ответственность. Безусловно, не хватало денег, и он мне сказал однажды, что, говорит, ты знаешь, любимая, я не хочу строить нашу семью с тобой в какой-то съемной квартире. Нам нужна наша квартира, поскольку он не мог меня привезти к себе, где он живет с папой. Лучше девятикомнатная или трехэтажный дом. Потому что так откладывать женитьбу можно до бесконечности. И вот эта кормежка обещаниями долго была? Ну, вот эти все полтора года она и длилась. Она, наверное, больше, может, даже не пришла ознакомиться сюда-сюда с новыми молодыми людьми, а показать себя прошлому своему молодому человеку. Я про вас поняла, дорогая моя. За кем сегодня пришли, о ком мечталось, о ком не спалось сегодня ночью? Знаете, хотелось бы, чтобы мужчина, вот как я уже озвучила, был заботливый в первую очередь. Мне очень важно, чтобы с мужчиной было интересно, чтобы он мог что-то мне рассказать, чему-то научить, чего я не знаю. Хорошо. Яночка, можно я с вами поделюсь, как взрослая женщина? Вот эти девчачьи мечты по поводу заботы. Некогда заботиться, вы, взрослая тетя, сами о себе позаботитесь, понимаете? Жизнь тяжелая, нужно выживать хором. И дети должны помогать, и родители, все, все должны быть вместе. А в браке, ну вы же не инвалид первой группы, правильно? Что о вас заботится? Мне хотелось бы, чтобы у него был стержень, чтобы это был действительно мужчина, не парень. Если раньше я приоритетно... А вы как мужчину от парня отличаете? Хороший вопрос. Ну, наверное, это уже мужчина постарше, то есть это вот, чтобы ему было 30-35. Потому что до этого у меня было... Понимаете, вот сегодня девчонки уже говорят, вот только хотя бы сам себя пусть обеспечивают, чтобы не на моей шее. Уже счастье! Понимаете? Сейчас, вот давайте уже будем конкретизировать. Значит, если у него бурное прошлое и трое детей, Ну, сегодня он вам покончится заботливым, он 48 раз спросит, не замерзли ли вы, обедали ли вы, понимаете? Это забота? Ну, безусловно, это забота, да. Почему нет? Да? Мы просто о разной заботе говорим. Ты готов заботиться? Да я не готов по расчету вот так вот заходить, что вот ей пора, и пора вот уже все. Значит, вас его бурное прошлое смущать не будет? Что у него трое детей где-то там? Да. Брошенных? Ну, что значит брошенных? Послушайте, в жизни всякое случается. И оставляет пятерых детей, а потом заводит новых и счастливы до гробовой дамки. Да, только если он и уделяет время и тем детям, то есть, чтобы те дети не были бы... Вам-то какая разница? Ну, не знаю, как-то это играет, это говорит о человеке. Не, она не воспримет троих детей. Почему? Да куда ей-то, что? Да меньше всего эта женщина забудет. Вообще, будете говорить, ты же был только что у них в заботу воскресенья, опять что ли туда? Ну, тогда где гарантия, что он со мной так не поступит? Да никаких, никто об этом не думает никогда. Поэтому я буду видеть, как он относится к прошлой семье. Хорошо, какая профессия вам отвратительная? Только не творческая. Уже я для себя точно это поняла. А давайте вот с творческой разберемся. Я тут прочитала, что вы были, работали с Кристиной Арбакайда. Да, совершенно. А сейчас вы у Армана Джиграханяна. А у Армана Борисовича чем занимаетесь? Ну, я только, только-только вот начала и только присутствую на репетиции. В качестве кого? В качестве актрисы? Нет, нет. Актриса? А у вас есть актерская образовательная? А где вы что закончили? Я в Киеве, я же из Киева. Киевский университет Карпенко-Карова. Театральное отделение. А почему ушли от Кристины? Она прелестная женщина. Это очень каторжный труд. Танцоры это очень тяжело. Это очень тяжело. Это бесконечные гастроли. Это бесконечные гастроли. Себе ты не принадлежишь. И это в моем уже, ну, у меня уже 28. Денец за то хорошо платит. Ну, вы знаете, не могу сказать, что прям вот так здоровье и не железное. А есть еще какой-то приработок, кроме как, ну, до пенсии? Я неплохо зарабатываю. Детей скоро рожать, а? Я неплохо зарабатываю достаточно. А где вы зарабатываете, я все никак не могу понять. Я же вот все никаком умалчиваю, умалчиваю, а вы меня все пытаетесь вывести на чистую воду. Я, у меня есть свой проект танцевальный. Я танцую в проекте. И мы выступаем и по клубам, и летаем на гастроли. У нее есть танцевальный проект, и можешь там как ее напарникам, знаешь, тут тоже опять-таки. Ну, это смешно будет. Я считаю, нам нужно уже что-то советовать и приступить к знакомству. Да, давайте. Я поняла, кого вам совет творческого не надо нам. Абсолютно точно. Замуж никогда не выйти, главшу детей мы никогда не увидим. А он, красота какая, пропадает. Хорошего парня, которым будет не все равно, в чем одеты. Главшу потеплее было, как говорится. А то вон холодно еще пока в такой одежонке-то ходить, как говорится. Ну и чтобы он был личностью, мне нужен сильный. Это элементарная вещь, это само собой должно быть. А в вашем представлении муж, личность, это... Ну, это такая совокупность. Ну, пара штрихов. Совокупность нескольких черт. Мне очень важно, чтобы человек читал, помимо интернета, чтобы он не только сидел в интернете, чтобы он читал книги, вообще книги. А вы читаете? Да, я читаю. И люблю читать, и... Хорошо. Здорово. Василиса? Вы, конечно, воин. Вы настоящий боец. С вашим восходящим марцем я думаю, что вы свою энергетику в танце реализуете, но не полностью, и на жизнь должно оставаться тоже. Вы готовы пробиваться. И вы при этом воин прагматичный. Таким девушкам везет в любви. Я считаю, что ваша личная жизнь сложится прекрасно, но показатели брака, отношения у вас связаны с самой близкой к нам звездой Альфа Центавра. Она еще называется Талиман. Это значит, что любовь ваша может оказаться ближе, чем вы думаете. Я, конечно, не думаю про вашего друга, не намекаю на него впрямую, но помимо нашей сегодняшней программы, я вам советую провести в жизни ревизию и понять, кто из мужчин достаточно к вам близок и с кем вы могли бы построить отношения. Присмотритесь к своему окружению. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Как легко быть естественным. Как просто заботиться о себе. С майонезом Махеев. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. Вы смотрите «Давай по жене». Все у нас в студии Яна. Встречайте первого жениха. Привет, Яна. Здравствуйте. Я Марк. Очень приятно. Я Яна. Надеюсь, ты будешь в моей новой личной жизни. Надеюсь. Спасибо. Проходите. Новой личной жизнью. А, вот так вот. Ничего себе. Здравствуйте, Марк. С кем вы? Я пришел с другом Асланом и со своей сестрой Юлей. Очень приятно. Давайте посмотрим на вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Марк. 34 года. Музыкальный редактор на телевидении. Диджей в ночных клубах. Гордится тем, что хорошо зарабатывает, не имея высшего образования. Мечтает открыть питомник для собак и купить дом на берегу Средиземного моря. Предупреждает, что периодически отключает мобильный телефон и не переносит запах жареного лука. Одна возлюбленная Марка ушла в монастырь, а другая видела его только в роли любовника. Надеется, что с Яной у них сложатся серьезные отношения. Марк, а в каких случаях вы отключаете телефон? Ну, обычно бывает не очень хорошее настроение или, ну, хочется выспаться. Клево. Вот так затустил где-то с товарищами, правда? Отключил телефон, а потом говоришь, милая, такое настроение было, не хотела тебе его испортить. Да? Ну, я думаю, она будет знать об этом. А сам по торговому центру девок там высматривает. Молодец. Не совсем так. Ясно, Марк. Ну, так значит, телефончик отключаем. А что у нас было про любовь? Не так много, как можно было бы написать в большой толстой книге, да? Ну, одна только история, когда девушка от вас в монастырь, так сказать, сбежала, дорогого. Ну, и затем она сбежала. Это было решение ее мамы. Маменька так и сказали. Моя додца едет в монастырь. Ну, я портил планы, действительно. Грехи отмаливать. Она уехала туда учиться. Учиться на Хариста. Сколько ей было лет? 16. А-а-а. Мне 24. Естественно, мама в монастырь загонит, конечно. Мама взглянула на дядька и решила, что дочь лучше в монастыре. Лучше ей будет безопаснее в монастыре. Безопаснее, да. Но она была достаточно умна. Не боялась ничего. То есть раскрепощена. Ей не скажут, что было так мало. А что, прям так раскрепощена во всех отношениях? В меру, конечно. Нет, хорошая девочка была очень. Ну, вы же к ней поехали в монастырь. Да. Правда, вас туда не пустили. Но вы так челочко ее увидели. Сказали, что зачем вы приехали, вы все испортили. В общем, мы как бы только успокоили девочку так сказать. Извини, мы сказали, да. Вот. Я приехал. Она увидела вас. Я приехал, спросил у матушки, а где здесь Катя? Они сказали, что она ушла на почту. Я говорю, давайте здесь подождем. Она, вижу, девочка идет в косынке. Я встал спиной, чтобы она прошла, позвал ее, она развернулась, сделал его так, сказал, стыдобище, и убежал. Потрясающе. А может быть, девушка была уже изначально такой, может быть, изначально такой настроенной. Но при этом он должен был ожидать этого. Ну и хорошо. И когда она уже ушла из монастыря, у вас возобновились отношения? Мы какое-то время общались, а потом я начал работать в Москве. И, ну, так скажем, начал мотаться туда-сюда, туда-сюда. И вот в один из измотательных таких дней вы встречаете полную противоположность. Абсолютно. Своей девушке. Расскажите. Однажды я вышел погулять. Пятница, после работы, клуб. Встретил девушку, буквально, ну, не я встретил, она меня встретила. Я вышел на танцпол, весь красивый, раскуфыренный. Она подбегает, меня обнимает и говорит, я тебя больше не отпущу. Оф, какие. Мы отправились домой и, в общем, три дня. К кому? Ко мне. И мы три дня не вылезали из дома. Вот это нормально. Поддерживаю. Три дня не вылезали, мы спали. Ну, в общем, вы послушный, покладистый мужчина. Она сказала, иди ко мне, будешь моим. Нет, куда положила, там и лежит. Скажите мне, пожалуйста, Марк. Да. И через три дня вы опустошенный, уже изможденный, задаете ей вопрос. Типа, Клара, ну, теперь мы вместе. Она говорит, с ума что ли сошел? У меня есть Иван, богатый, красивый и знаменитый. Она мне этого не говорила. Я понимал, что у нее кто-то есть, потому что по ее поведению было это понятно. Конечно, три дня. СМС-ки, тайный разговор в туалете. В эти три дня эти тоже были, да, СМС-ки? Да. Типа, слово одно только слышали, командировка. Да? Подводная лодка. Вот. Ну, как бы мы встречались исключительно для... Понятно. Любви. Такой. Возвышенной? Не совсем возвышенной. Не совсем возвышенной. А не было ощущения, что ваше молодое тело использует? Нет. Что ей только одно от вас нужно? Скорее, я, наверное, это было скорее обоюдное использование друг друга. Хорошо. Когда расстались? Когда я намекнул о том, что, может быть, мы все-таки перерастем в более оформленный союз, так сказать. На что, в общем-то, как-то и обстоятельства... На что ты беден? Нет, она не сказала, что я беден. Она просто исчезла. А сколько вы получаете-то? Я что-то вот тут это... Вообще-то... Этот же вопрос она ему задала, когда он предложил перейти по фону. У меня стабильный доход, средний нормальный доход. Я снимаю квартиру в Москве, почти в центре. А средний это в каких пределах? Больше 100 тысяч? Около того. А-а-а. А для Яночки, по-моему, не принципиально, да? Это хороший доход. Для немолодого парня 34-х лет это нормальный заработок? Я считаю, это мало. Мало, да? Это мало, безусловно. Хорошо. Скажите, у вас есть какие-то вопросы друг к другу? Ну вот, у меня есть. Я так правильно понимаю, что вы творческая личность, да? Ну, я диджей. И вот только диджей и целенаправленно выбрали эту профессию, и она вас устраивает, да? Я всегда был диджеем и этим занимался. Марк еще преподает курсы. Да. А Яна нравится? Да. Очень, очень, очень. Ну и слава богу. Ну и чтобы окончательно ее сердце завоевать, покажите сюрприз. Так как я пришел с другом, друг мой певец, он споет песню. Яна, я приглашаю на танец. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Егорова 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 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Второй жених готовится к рандеву с нашей невестой. А пока реклама. Оставайтесь с нами. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. В эфире «Давай поженимся». Здесь у нас тут Диана. Встречайте второго жениха. Удачи. Диана, привет. Меня зовут Андрей. Мне очень нравится, как ты выглядишь. Эти цветы тебе. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Она растаяла. Она растаялась. Здравствуйте. Эти цветы вам. Роза, это вам. Спасибо. Лариса, это вам. Спасибо большое. Василиса, это вам. Спасибо большое. Пожалуйста. Заланчик. Нашел, нашел подход к ведущим. С кем вы? Я с своими друзьями. Это Лена и Сергей. Давай с нас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей, 28 лет. Предприниматель в сфере оптовой торговли. Гордится тем, что достойно переживает свои падения и взлеты. Мечтает купить дом в Одессе. Предупреждает, что часто ездит в командировки. Супруга Андрея постоянно устраивала ему сцена ревности и убегала из дома. Устал от постоянных стрессов и принял решение о разводе. Надеется, что у Яны здоровая психика. Андрей, даже не буду спрашивать, объективны ли были сцены ревности со стороны жены к вам? Я думаю, ответ. Прямо глядя в ваших глазах, я, конечно же, скажу, нет, Андрей, вы не такой. Нет, ревность была на пусть-то вместе, по-моему. У вас сколько лет женились, полюбвили? Ну, вся история-то началась пять лет назад. Да, я влюбился до беспамятства в молоденькую девочку. Начали жить примерно практически сразу вместе. Да, и тут начал проявляться характер человека. Ну, вот, например. Например? Ну, грубо говоря, да, я не знаю, ревность к столбу, да. Ну, вы правильно сказали, что придете в 12 дня, а пришли на следующий день вечером. Не-не-не-не. Ну, что за ерунда? Ну, подумаешь, ну, где ты затусил? Такого не было, такого не было, нет. У меня специфика моей работы, да, я слежу за полным циклом от и до. Да, я первый прихожу, я последний ухожу. Другого не дано. И она чуть-чуть этого не понимает. Не понимала тогда. Звонила вам? Звонила, естественно. Я всегда на связи. В отличие от тебя. В отличие от меня. Наслушался твоих рассказов о выключенном телефоне, и подчеркиваю, что он наоборот на связи. Леночка, вот вы головой киваете. Вы подруга детства? Долго общаемся очень. Да. До того, как Андрей женился? В процессе, как раз таки. Скажите, а жену Андрея не раздражала ваше присутствие, ваша дружба? Мы с ним практически врагами были, поэтому... А вы были? Его присутствия не было в тот момент, пока они были вместе. Мы не общались, к сожалению. А как вы думаете, почему она вас не приняла, почему врагами? Вы знаете, мне кажется, что она, в принципе, никого не принимала. Тот, кто... Женщин? И женщин мужчин, наверное. Но она абсолютно, она как эгоист. Ну, просто ему попалась какая-то, видимо, не совсем адекватная, неуверенная в себе девушка. Возможно, да, да. И при чем здесь ее эгоизм? При чем здесь она никого не любила? Она хотела строить с вами отношения. Подождите, я ее не провоцировал ничем никак абсолютно. То есть все люди, с которыми я общался, она также могла общаться на равных. Скажите, пожалуйста, она так устала от вас ждать любви, наверное, и внимания, что вот однажды 8 марта, когда вы пришли с ней домой, вдруг увидели на пороге розу? Было дело, да. В один прекрасный день, да, после работы я вовремя освободился, да. Я поехал, купил хороший букет цветов. Я торопился домой, приехал домой, поднимаюсь на лифте, подхожу к двери и вижу около двери маленькую розочку. Я позвонил в дверь, она открыла и сделала удивленные глаза, типа, ой, что это? Да, ну, как бы, я не знаю, правильно она сделала, неправильно, то есть наиграно это было, не наиграно. Но в моем случае, да, праздник был испорчен, да, потому что я к ней торопился уделить ей внимание в ее праздник, да, так сказать, преподнести ей свои цветы, сделать ей приятно. Но если 360 дней вы делали неприятно, ей не хватало внимания, однажды на 8 марта вы пришли с букетом цветов, это что должно женщину так расстраивать? Это сколько вы ей не додали любви и внимания, и что она сама себе... Да, вы зря так думаете, вы зря так думаете. Да, это все-таки не хорошо. Хорошо, Елена, а ваша версия? Это было постоянно. Я считаю, что все, что он мог ей дать, и все, что было в его силах, ну... Она работала хоть? Нет, конечно, человек не работал. Нет, она не работала. Вроде она сцена была обеспечена. Хорошо, вы расставались как? Все, больше и больше она хотела. И она не училась? Ну, она пошла учиться. Куда? В инсульт? Нет, она стала стилистом для того, чтобы зарабатывать деньги. Хорошо, расставались как, Андрей? Что стало последней точкой? Последней точкой стала... Меня вместе с ней пригласили на день рождения, да, мой друг. Ну вот, мы поехали на день рождения, со всеми познакомились, все. Я знал из этой компании только его, да. Она также знала вместе со мной только его, да. Где-то через час она мне сказала, что ей скучно там находиться, да. Она мне попросила ключи от машины и сказала, что я поеду к подруге, ты пока здесь проводи время, отдыхай, да. Я там приеду, тебя заберу. На что я, ну, не проявил никаких эмоций, да. Я дал ей ключи, сказал, езжай. Что она правильно сделала? Все, она уехала, я позвонил ребятам, сказал, что я здесь недалеко нахожусь, да, приезжайте за мной, ну вот, поедем продолжать. Я ей позвонил, сказал, что где-то примерно в районе 5-6 часов утра, да, я буду дома. Это было где-то в районе 2 часов ночи. Ну вот, я сказал, что у меня садится батарейка, да, будь дома. Хорошо. Я приехал где-то на час позже. Она подъехала через полчаса примерно. Я вопросов ей никаких не задал, так же она мне никаких вопросов не задала. Потому что вам было все равно, где она была? Мне? Я об этом даже не думал. Она утром ушла домой, пришла, вернее, не домой, а ушла на работу, пришла с работы где-то часа через 5. И с этого момента начался разговор серьезный, да, на тему... Это вы тогда ее послали к психиатру-то? Нет. Или в какой ситуации? Еще до этого это было. Послал к психиатру до этого. То есть вам казалось, что у нее какие-то проблемы, да, психического характера? Ну не то, что проблемы психического характера, то, что, ну, человек немного неадекватно относится к тем или иным ситуациям. Неадекватно это не так, как нравится вам, я правильно понимаю? Нет, это не так, как нравится мне, да, это именно в большем выплеском эмоций, так скажем, да. Ну, в общем, после этого случая вы с ней уже и расстались, да? Ну, да. Яночка, вот вы так внимательно слушаете, что приятно. А мне кажется, у вас ситуации были, ну, вот в чем-то, ну, не напрямую, но похожи. Ну, где-то отдаленно. Ну, вот вы можете расширить, как вам кажется, в чем там было дело? Просто не ту женщину встретил, страсть воспринял за любовь? Склоняюсь больше к этой мысли, что просто не тот человек, не его человек. Яна насторожен. Ну, очень. Да, у нее сомнения все смыли. У нее большие сомнения. Вас не смущает, что Яна приезжая? Нет. Вас не смущает, что она гастролирует, что она вот сегодня хочет стать актрисой? Смущает. Смущает? То есть одно из условий, наверное, будет завязывать. Это не условие, просто мне хочется у нее спросить. Она вообще... Пообщайтесь. Она осознает, ну, что ей нужно, да? Греховность, что ли, с грехопадение осознает ли она? Карьера? Карьера сейчас у нее главная или уже семья? Нет, но я бы так вот не делила. Безусловно, семья для меня сейчас важнее, в приоритете. Ей придется прекратить свою концертную деятельность. Я думаю, что человек сразу будет свои законы ставить в головы семьи. Ну и слава Богу, я готова посмотреть на сюрприз. Давайте покажите. Когда я в свадебных унтерах участвовала? В свадебных? Ну, когда-то давно было дело. Сейчас будешь вспоминать. Так, я уже боюсь. Я тебе сейчас закрою глаза. Перед тобой будет три предмета. Ты должна будешь выбрать один из них. А продолжение, что нужно сделать, я тебе скажу после того, как ты выберешь. Ух ты, это интрига, интрига, интрига. Я думаю, будет не очень интересно. Но смешно. Как ты это понял? Например, ручку вытяни свою правую куда-нибудь и останови. Так, ну что такое мягкое? Сейчас, подожди. Вот теперь смотри. Мы должны с тобой, не касаясь этого предмета, да, мы должны это съесть. Кручок какой-то выстрелом. СМЕХ Не, надо было выбрать сосиску. Зачем чучхел? Это очень тяжело, правда. Спасибо, друзья мои. Проходите в свою комнату. Ну, с конкурсом ты угадал. Точно. Ну что, друзья мои, более дурацкого, кажется, сюрприза я не видела. Я согласна, да. А нам понравилось. Ну, вообще. А если отбросить сюрприз, как вам Андрюшка? Мне кажется, что он очень жесткий дома. И за все время, там, за четыре пятых нашей встречи, за сидение за одним столом, ну, я не знаю, как Даяна, но я не увидел, что Яна понравилась ему. Дома я абсолютно белый и пушистый. Не пойму. Супчики готовлю, кашки, курочки. Мне почему-то, кажется, прилив, вот когда вы увидели друг друга, она тебе больше, да, понравилась? Ну да, она ко мне даже как-то подошла. Серьезный, ответственный, дисциплинированный мне он очень понравился. Человек, который будет сказать, я сказал, значит, все надо это и сделали. Не боитесь принимать ответственность, но и ответственность будет от вас ожидать, даже не просто ожидать, а требовать. Попробуйте, извините, опоздать от подруги. Попробуйте трусы его не постирать или, не знаю, ужин не приготовить. Он делает, вы делаете. Вот если вам такое нравится, такая дисциплина, я только за. Мне кажется, ревность была небезосновательна у его жены. Мне кажется, Андрей погуливал все это время в браке и с удовольствием. Я допускаю, что Андрей мог не быть верен. Скажу откровенно, потому что вижу такую нетривиальную Венеру в 12-м доме, поэтому я это могу допустить. Но мне кажется, основным было не это. Андрей мужчина на вождении. Вот, согласен полностью вообще. Очень волевой, властный. Я боюсь, что подруга не просто от ревности сходила с ума, он водил ее по кругу этой ревности, вот не давая, не вытаскивая ее из него. Почему я говорю, мужчина на вождении, в этом смысле он очень-очень сложный. Он всегда будет делать так, как нужно ему, и женщина, сходя с ума от любви к нему, она не могла вырваться просто из этого, он ей никак не помог. Поэтому сложно, и, на мой взгляд, к браку пока еще не готов. И очень скоро невесте предстоит третье свидание после рекламы. Смотри, она продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай пожените», и я предлагаю Яне встретиться с третьим женихом-проходителем. Здравствуйте. Яна, привет. Меня зовут Алексей. Очень приятно. Эти цветы самые красивые тебе. Спасибо большое. Спасибо. Боже мой, вот просто жених готовый. Готовились. С кем вы? А, это мои друзья Светлана и Алексей. Очень приятно. Давай оставаться поскольку. Алексей, 24 года. Частный предприниматель в области финансовых операций. Гордится своими организаторскими способностями, мечтает прокатиться с ветерком на гоночной машине, предупреждает, что не любит выяснять отношения на людях. Признается, что любит настоять на своем. Алексей сделал все, чтобы увести возлюбленную у другого мужчины. Но как только достиг своей цели, потерял к ней интерес. Надеется, что Яна не осудит его строго. Вот, я, знаете, вам сейчас открою маленькую завесочку, маленькую тайну. Значит, когда Леха соблазнял девушку-то, которую потом бросил, вот он что написал. Я хочу ходить с тобой в театре, посещать выставки, ездить зимой кататься в Норвегию на лыжах и сноуборде, а летом купаться в прозрачном море с белым песком, носить тебя на руках, готовить тебе вкусности разные, целовать, дышать тобой, писать стихи и делать каждый день тебя счастливее и счастливее. Смотри, как она очарована. А наши свадьбы мы сыграем 12-го, 12-го, 12-го. И где-то свадьба, я хочу спросить. Или наделась на конец света. Это контекст из нашей с ней переписки. Ну, надо же было как-то девушку заинтересовать. Мы с ней познакомились в ресторане, я ужинал с другом, увидел девушку, пришла с подругой. Ну, в мое сердце так сразу. Опаньки. Опаньки, да, и загорелась, девушка понравилась. Вот, и я к ней подошел, познакомился, взял у нее номер телефона, я ей позвонил на следующий день, она не взяла трубку, на следующий день я написала ей еще смс. Она мне перезвонила, попросила меня сразу же, чтобы я ей больше никогда не звонил, а не писал, и тем более не наставила встречи, потому что... Разве вам можно такое говорить? Разве вам можно что-то запрещать молодому мальчишке? Ну, она тогда посчитала так. Ну, я спросил, как ее найти в интернете, мы потом начали переписываться с ней, я очень... то, что чувствовал, я все описывал это в письме тогда, потому что она на контакт никак не шла, а единственная возможность с ней была общаться, это только ей писать. Ну, вот после этого письма сердце ее дрогнуло? Да, спустя две недели. И что, вы с ней встретились? Да, мы с ней встретились, я приехал за ней на работу, подарил ей духи. Позвонил, встретились, подарил духи, все и все, да? А сколько встречались-то я тогда? Да, на тот момент у меня тоже были отношения, но отношения у меня были очень короткие, недлительные, порядка месяца, а на тот момент она уже жила с мужчиной 4 года, и я это знал, она мне сразу же открыто сказала по телефону. Ну, вы ее увели у этого мужчины? По финалу, да. Леша, вот у меня такой вопрос, как к взрослому человеку, вы уже наигрались, не будете больше чужие судьбы ломать? Знаете, я не буду лыкавить, на данный момент я нагулялся, на данный момент, я не знаю, что будет потом. Нет, вы просто понимаете, что вы, может быть, сломали, правда, судьбу той женщины, может быть, она была бы счастлива с тем человеком, с которым прожила, вы какую-то вот ответственность, вину свою ощущаете, нет? Нет, я, наоборот, рад, что она сейчас счастлива, у нее сейчас есть замечательный мужчина, мы с ней периодически... Другой? Другой мужчина, да. Да. И мы периодически общаемся, и она сказала мне такое большое спасибо. Скажите, а почему вы с ней не продолжили отношения? Я не знаю, я загорелся, я быстро, бывает, загораюсь и быстро погасаю. А вот, Яне, что нужно сделать, или, может быть, чего не делать, чтобы, если у вас все сложится, интерес ваш не угас по отношению к ней? Мне кажется, Яна, у нас все сложится. И ваша разница в возрасте не смущает? Разница в возрасте не смущает. Вы, Саша, вы москвич? Я сам в Петербурге. Живете с родителями отдельно? Я живу отдельно. Если что, в Питер переедете? Хорошо. Не могу ответить однозначно сейчас, да, готово, то есть, не знаю. Она же хотела в Москве жить, а не в Питере. Да. Вы узнайте у Алексея, поздавайте какие-то вопросы, вас интересующие. Я хотела задать тот вопрос, самый важный, что мне все-таки кажется, что тебе пока не нужны серьезные отношения. Не нужны, я бы не пришел сюда, если были бы не нужны. Я же увидел тебя, и я почувствовал, что я хочу с тобой познакомиться, увидеться и продолжить общение, если зайдешь ко мне. А сколько вы времени себе даете для принятия решения? Ну, я думаю, года достаточно будет. Скажите, а женщина имеет право вам делать замечания, ну, по поводу внешнего вида, например, смены имиджа? Или вы считаете себя таким прекрасным, что... Если это где-то уместно, то да. Потому что бывают ситуации, когда... Вот если вам, например, я бы вам сказала, наоборот, Лешечка, отрасти волосы на голове, а бороду сбрей. Я бы этого не сделал. Вот смотрите, Алексей, вы даже с такой мелочью, казалось бы, да, не расстанетесь. А вы считаете себя готовым для супружеской жизни? Мне кажется, вы, в принципе, не сговорчивы, нет? Нет, я на самом деле очень общительный. Хорошо, а вот такая ситуация. У вас есть определенная сумма, допустим, на общую квартиру. За кем будет последнее слово? Выбор района? За мной, за мной я буду выбирать. Яна и такая фигня не прокатит. Последнее слово туда-сюда. Да, 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 да. Хорошо, тогда что будет с женщиной позволительно в браке, а что категорически нет? Ну, конечно, Яна работает в такой профессии. И если мы с ней поженимся, то она сама уже уйдет оттуда и будет заниматься своим любимым. И даже я не назову ее работой. Это будет у нее работа-хобби, которая будет просто ей для души. О, ты вы, милый мой, диктатор. Абсолютно. Ну, скажите, церковь. Яна, дело в том, что в прошлом году я отдыхал на свой день рождения на Лазурном берегу Франции и безумно влюбился в саму Францию, хотя видел только ее небольшую часть. В этом году я хочу полететь отдыхать на свой день рождения. Если ты ко мне зайдешь, мы с тобой отпразднуем это вместе с Парижем. За тебя. Спасибо, неожиданно. Вот это гран-при, да? Вот это фокус. Зайдешь ко мне и поедешь в Париж. Ян, я хочу тебя спросить. А, ты веришь в волшебство? В чудо верю, в волшебство нет. Да. Хорошо, тогда ты сейчас увидишь. Сейчас опять достанем. Бананы будут кушать вместе. Мне кажется, он в корпоративах хорошо смотрелся, вы на Захаре. Ты пока загадываешь желание, потому что когда ты это увидишь, оно обязательно исполнится. Ты сейчас держи очень сильно его. Ух ты! Держи. Какая прелесть. Держи, 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 держи. Вот, теперь я хочу, чтобы мы с тобой вместе загадали желание, и оно обязательно исполнится после того, как мы запустим этих волшебных голубей. Бедняжь. Нельзя же так избавиться, не животные. Все. Все, полетели. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потрясающе. Спасибо, правда, очень-очень неожиданно. Спасибо, друзья мои. Ждите решение Яны в своей комнате. АПЛОДИСМЕНТЫ Леш, ты молодец. Мне понравилось. Молодец, молодец. Сюрприз после того, что потрясающе. Как вам жених? Он очень хороший. Я просто вижу, что это именно тот стиль мужчины, который тебе нужен. Но вот эта вот безопытность, готова ли ты это вытерпеть? Он уже вырос, он готов уже к серьезным отношениям. А зачем же вы тогда ей советуете его? Это как совет, просто, ну, как бы готова ли она будет на это пойти. Но он мне очень понравился, правда. Очень хороший. Как вам? Алексей, я уверен, что подошел бы Яне в качестве друга. А что он ей может дать в качестве друга? Они могут общаться одной компанией, могут обогащать друг друга за счет каких-то своих интересов. Ну, что кроме обещаний он может дать? Вот первой девушке он обещал жениться. Кофе в постели, массаж ног. А Яну он завлекает поездкой в Париж. Ну, я не обещал ей жениться. Я говорил сегодня со свадьбе. Кроме этого, что-нибудь увидели? Котенька, я его спросила, готовы ли ради своей жены сбрить бороды? Да что вы, конечно, нет. Кто будет выбирать район, Координар? Конечно, я. А что будет женщине позвать? Вот это, вот это. Нет, конечно, нет. И само собой разумеющееся Яна уйдет со своей работы. Вы не понимаете, что для жизни... Лариса, а что ты давишь на мою невесту? Нормальный, ничего. А потом, знаешь, это вот, я тоже, что его сыну бороду сбрить не могу, заставить. Мать я его, не могу. Это кимпинные вещи. А чего вы хотите? Будете под себя лепить, это очень хорошо. Его под себя? Будет. Ой, ласковая телятика, говорит, Яна, что делать? Яночка, я бы не только вам, я бы пока его никому не советовала. Ой, да ладно, а то он вообще захолосуется. Ну хорошо, сейчас что звезды нам скажут? У него Венера в 12-м градусе рака. И этот мужчина, поверь мне, настрадается. Поэтому я считаю, что если он будет гулять с замужними женщинами, должен быть осторожен. А вообще, конечно, не мешало бы парню повзрослеть, серьезнее относиться к женщинам. Я считаю, что брак не армия, жена не обязана исправлять. Константина, Даяна, я думаю, вы определились, да, с выбором. Кто осчастливит вашу подругу Яну? Ну, ближе всего. И хотелось бы дать шанс к чему-то новому с Андреем. Угу. Я тоже согласна. Ну что, можно сказать, понравилась тебе Яна? Да, понравилась. Я изменил свое мнение по поводу нее. Скорее всего, я за ней выйду. Выйдешь, да? Вам бы я совет дала следующий. Когда вы муж-то выбираете, выбирайте по тому, если для вас романтик важен. Ну, по тем сюрпризам, которые готовят. Вот мне сюрприз Алексея нравится. Тебе Яна, героиня, понравилась как девушка? Да, Яна мне понравилась, но мне не понравилось их отношение, отношение ее друзей. Они, наверное, будут постоянно очень... Ну, она мнительная такая. У меня, конечно, было много вопросов к Алексею, но смотрелись вы с ним, правда, просто пара вот как... Как будто вас друг для друга родили. Синастрическая астрология, то есть астрология совместимости, говорит, что с Андреем, со вторым мужчиной, мужчина на вождении, как я его назвала, вы могли бы составить неплохую пару. Я думаю, вы знаете, куда идти. Мы вас поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС их номером по телефону 4 четверки. Камал, 23 года, номер 2653. Молодой и перспективный предприниматель. Владелец своего производства по изготовлению спортивного инвентаря. Профессионально играет в бильярд, любит гулять по паркам Москвы. Мечтает о своей семье, которую он сможет построить с девушкой от 21 до 25 лет с покладистым характером. Александра, 24 года, номер 2654. Профессиональная фотомодель. Занимается гимнастикой и плаванием. Много путешествует. Полюбила Кубу и Мексику. В ночное время суток участвует в скоростных гонках. Ищет мужчину от 25 до 40 лет, за спиной которого она была бы как за каменной стеной. Мы не знаем, выйдет Яна одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить. Давайте ее поддержим. Привет. Поближе, поближе. У нас есть пара, Яна и Андрей. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именем героя на номер 4 четверки. Я Ларисе Бузеевне желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Удачи. Ларисе Бузеевне желаю, хватит таскаться. Пошли на программу, давай поженимся. Возьмите девчонку из-под Москвы, в Расковье, нет? Нам надо, чтобы такая фигуристая была, чтобы вот сзади было хорошо. Да не хочет, хочется с уходкой. Если мы вместе, то мы будем покупать нам машину, а не ты будешь покупать эту машину. Дружок, что он кукался на чаши и в третьей комнате? Просто женить Бабальзаминова. Он хочет одну, а ему совершенно другое на это. Балли что хочет? Бабальзаминова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова